Другая история, это как бы наше отношение вот с этой средой. Можем ли мы начинать ее понимать по пути ее развития. И здесь, на мой взгляд, нам нужно тоже поменять немножко свой взгляд. Потому что вот одна из идей, которая долго нами овладевала, это идея, что мы, поскольку мы являемся самыми носителями разума, а мы сами про себя решили, что наш разум и есть эталон, и, соответственно, мы его ищем там, снаружи, на всех планетах. И здесь мы видим, что либо он такой, либо мы считаем эти существа неразумными. И отсюда идея, давайте научим, например, шимпанзе или дельфинов разговаривать по-нашему. Если они смогут научиться, значит, они умные, и мы сможем с ними поговорить. Не смогут, ну такие туповатые. Правда, мы по дельфинему почему-то говорить пока не начинаем. Может быть тоже в этом смысле еще раз там не факт, что... То есть мы не идем к дельфинам и не пытаемся поговорить по дельфине. Мы пытаемся их заставить выучить наш язык с нашими понятиями, которые вообще не соответствуют их среде обитания. И это на самом деле такой доминировавший очень долго идея, как нам построить диалог с жизнью. Надо заставить ее по-нашему говорить. Очень, кстати, похоже на отношения, как вот эти колонизаторы, значит, обучали всех аборигенов, отказываться от своей культуры и переходить на ту, которая удобна колонизаторам. Есть другая идея. Давайте признаем, что у жизни свои процессы, и они как бы в них живут, и у них все нормально. Давайте найдем в этих процессах те сигналы, которые мы сможем понимать. И будем опираться на них. И вот, например, там идея, что вообще, так говоря, растения там очень сложно устроены, это так называемая нейроботаника, что у них есть там огромное количество сигналов, которые непрерывно себя генерируют, их даже можно уловить и конвертировать, и как-то с ними начинать через это общаться, привело к тому, что сейчас появилось гигантское количество экспериментов, где растениям подсоединяют вот эти датчики и переводят их сообщения в музыку. Дальше растения начинают эту музыку генерировать. Я могу потом поставить как-нибудь эту музыку, очень интересная, красивая. И главное, что в присутствии этой музыки сами растения начинают меняться, люди начинают меняться. Это музыка один из способов, на самом деле, где появляется этот межвидовой диалог в другом формате. Он такой уже ненасильственный оказывается. Потому что мы не предлагаем жестко им изучить наш язык. Мы предлагаем им выразить себя, расширяя их спектр возможностей. И один из образов, который у меня рождается, куда бы это могло прийти спустя 50-100 лет, вот у меня такой образ всепланетарного межвидового совета, где мы, например, начинаем создавать условия, чтобы киты, рыбы, овечки, тигры находили способ выражать себя своим способом, и это начинает как-то слышаться. Кстати, вот одна из мощнейших задач для искусственного интеллекта договорить нас всех. И туда же идут травы, камни и все остальные. Возможно, что когда-нибудь мы и начнем слышать планету живую как целую, если мы начнем, собственно, создавать, если мы уши откроем. Помните, как это про мультик был про Ушана, который там про Медусу, который похож на арбузы, не мог услышать, что тут вот у нас чего-то происходит прямо здесь. То есть мы просто не слышим, что вокруг нас уже эта жизнь живет, и она хочет с нами поговорить. Если мы хотим с ней поговорить, мы найдем способы поговорить. И вот это, на мой взгляд, долгосрочный есть способ, которым можно управлять планетой в другом парадигме. Потому что мы не можем ей управлять в одиночку. Кто мы такие, если мы никого не спрашиваем из тех, кого управляем. Только если мы начнем все в диалоге как бы вырабатывать решение, а это потребует от нас очень сильного изменения сознания. Признать, что мы с кем-то там еще должны договариваться, кроме самих себя.